Идем доставать утопленный мотоцикл. Всем привет, с вами канал Календар и Баловы, меня зовут Алексей. Сегодня 27 января, две трети календарной зимы уже практически завершились, а снега в нашей местности как не было, так и нет. Не помню я на своей памяти, чтобы была такая зима, когда в конце января абсолютно нет снега. Не знаю, может люди постарше, кто-то и помнит такую аномальную зиму. Напишите в комментах, если такое бывало. Но постоянные зрители знают, что у меня есть в лесу землянка, в которой я обитал в течение 8 месяцев. Но с наступлением полномасштабной войны я вернулся в город. Уже 11 месяцев я не был у землянки по ряду причин. Но и одна из них, это то, что в военное время ограничено посещение лесов и водоемов. Но у меня там как раз два в одном и лес, и водоем. Вот, поэтому не хотелось бы добавлять работы военным и полиции, чтобы они определяли, кто там шастает по лесу. Да и самому попасть в ненужное время, ни в том месте, ни в то время, тоже не хотелось бы. Поэтому пока не было возможности туда попасть. Но многие еще из постоянных зрителей знают моего хорошего приятеля Юру, который приплывал на лодке на рыбалку ко мне в землянку. И часто выручал меня продуктами. Привозил аккумуляторы заряженные, разряженные забирал. Не единожды он бывал у меня в гостях. Мы вместе рыбачили, но не о том. В общем, он разузнал, что оказывается на водоеме в другом поселке, соседнем от нашего, рыбачки рыбачат на большой воде. Там хороший лед замерз уже, хоть снега нету. Но морозец был неплохой. Так вот, говорит, что там вроде как вполне себе можно порыбачить. Разрешают. И мы решили съездить на рыбалку. Но так как землянка там не так уж и далеко, то у меня есть надежда на то, что я смогу заглянуть хоть одним глазком, что там с ней и как. В общем, сказано, сделано. И утром мы выдвигаемся на рыбалку. С Юрой на мотоцикле мы поехали по льду и уже на подъезде к месту рыбалки. Впереди образовался торос из-за льда. Льдина нашла на льдину. Переднее колесо проскочило ходом, а заднее провалилось и ударилось в толстый лед. А мы слетели с мотоцикла. А он практически сразу ушел ко дну. Со всеми вещами, снастями. И камерой в том числе. И аппаратурой для съемок. Поэтому много в этом видео было снято на телефон. Не знаю, как будет качество. И звук на посмотрим. Я увидел, вставили бедеврики больше 10 штук. Сейчас попробую подойти поближе. Не знаю, видно ли на камеру. Вот их сколько. Красавцы. Ладно, не буду их тревожить. В общем, мы с Юрой практически не травмировались. Когда слетели с мотоцикла, даже не промокли. Юра немного замочил одну ногу. Но быстро выскочили на толстый уверенный лед. Ну и пошли домой. Думать и планировать, как поднимать железного коня из ледяной пучины. Ну и на следующее утро собрали команду помощников и отправились к месту крушения. Взяли с собой инструменты, строительные материалы, треновы, веревки. В общем, дальше в видео вы уже все увидите. Сейчас будет мастер-класс от Юрия Васильевича по экстремальному вождению. Ну вы представляете, каково мне было с ним ездить на мотоцикле. Субтитры делал DimaTorzok Идем доставать утопленный мотоцикл. Иванович не ходит на зимнюю рыбалку, поэтому такие трещины старается обходить подальше и с некоторой опаской. Ну вот мы и на месте. Иваныч со зданием дела пошел осматривать место, где провалился мотоцикл. Иван, ты не хочешь свернуть это все? Не, не, не! Я же не посажу тебе на близко! Вот здесь две льдины растянуло в разные стороны и получилась такая расщелина около полутора метров шириной. Этот разлом замерз, но лед был недостаточно прочный, чтобы выдержать вес мотоцикла. Причем лед по всему водоему прозрачный и под замерзшим пузыриком воздуха можно определить его толщину. А в месте разлома этой расщелины он матовый и толщину льда не видно, поэтому и случилась такая ситуация. А пока идут подготовительные работы к подъему мотоцикла. Я отпросился на час, чтобы сбегать к землянке. До нее около трех километров, поэтому думаю, за час я управлюсь. Узнаете местность? Вот это был мой мостик, с которого я ловил рыбу. Дерево завалилось. Вот и уличная печка почти полностью разрушилась от атмосферных осадков. Так, землянка на месте. Не снесло ее весенним паводком, как многие предсказывали. Правда, чайник почему-то на улице. Может быть, волной вынесло. Ручки на двери нет. Да, а здесь все перевернуто. Кто-то точно что-то искал. Наверное, золото-алмаз. Ну, а на самом-то деле ничего страшного и не произошло без вандализма. Ничего не украдено, ничего не поломано. Возможно, это был осмотр на предмет боеприпасов и оружия. Так что, придет время, доделаю здесь. А сейчас надо бежать к мужикам. Может, день короткий, скоро будет темнеть. Надо вытаскивать технику. Все, побегу. А-а-а-а-а-а. Еще надо. Субтитры сделал DimaTorzok Юра привязал видеокамеру и фонарик к удилищу, а точнее к двум удочкам, связанных между собой, потому что под нами глубина 7,5 метров. Он хочет посмотреть в каком положении находится мотоцикл, чтобы было понимание с какой стороны лучше его зацепить кошками, чтобы не оторвать какие-то детали. Пока Юра просматривает этот снятый видеоматериал, пытается в подводном мире различить свой мотоцикл. Александр тренируется на кошках. Кажется, я что-то обнаружил. По-моему, это что-то всплыло из наших вещей. Да, точно, это ведерко для живца. Все выматывай, Иваныч. Через ролик ее перетягивай. Вытягивай, вытягивай всю, всю сматывай. Она же ее не тянет. Выматывай, выматывай. Выматывай, Иваныч. Выматывай, Иваныч. Вытягивай, вытягивай. Все, все. Втягивай. Втягивай. Вон. Вдягивай. Вдягивай. Да, магнитом неплохо было нащупать. Клюнуло, да? Есть какая-то. Так, Иваныч, ну ты, да? Ну чего ты взял его и мешал, надо же помогать. Сорвалось, нет? Сорвалось. Сорвалось, наверное, нет. А где было? В таком месте? Ну надо же запустить, можно люльку достать. Давай, запускаем. Тихо, 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 тихо. Может быть, немного так много. Тихо, наоборот, тем лучше, тем лучше, слабой. Она так натягивается и падает лучше. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Конечно. Всё сматывать надо, я вам говорю. Ребята, она ж не даёт упасть, и она тянет её сразу. Я сматываю, надо там тянуть, чтобы она размоталась. После того, как мотоцикл сорвался с кошки, мы долгое время не могли его ещё раз подцепить. И решили использовать кошку вместе с поисковым магнитом. Ну, ещё раз, я покажу. Мимо. Может, мы её так кувыркнули и туда, да? Может, и кувыркнули, когда тянули. Он хлоп упал, а ты туда упал. Да, хорошо. Идёт? Да, идёт, идёт. Не спешите. Не спеши, Иваныч, пусть он будет выпрямляться. Да, 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 он встанет. Видишь, он верёвка идёт? Чётко по этому. Там доски надо было бы принести, блядь. Вот доска есть. Не, а у тебя четырёхгран. Сейчас я принесу. Дубовые там, дубовые. Дубовые. О, поставили. это как сом пузыри пускает значит уже сдался подходит вверх он же сейчас где-то может упереться в лед кошку еще одну дай кошкой если будет кошку второй раз сразу кошкой зацепить не так вот так на 2 бревна на 2 бревна оттуда зайди хватит подтяни пол оборота поднять наоборот конечно смотри подтягивай 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 подпускаем не надо ничего не надо отпустить надо зачем отпустить надо поднимать не поломай ничего я думаю ничего давай подтяни подожди посмотри давай давай заебись тяни тяни полностью сейчас вытягиваем и подлаживаем под передок поднимай я не мог постоянно снимать потому что периодически требовалась моя помощь поэтому не все попало в кадр как например дважды разогнувшийся карабин на котором висел блок и мотоцикл дважды падал в воду хорошо что он был подстрахован веревкой и не ушел на дно сейчас он опять висит недалеко у поверхности воды а юра меняет крепление для блока как два клоуна честное слово собери ты ее кучу ну нахрен ты ее всю мотай ну вот так раз круги вот так раз 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 давай тянут еще тянут еще тянут бревна леша там надо мы должны упираться там мы вас там сделали ничего не здесь здесь законно бесполезно как дертер очень быстро потемнело а мотоцикл все еще висит над пропастью мы хотим подтянуть всю конструкцию с треногой и мотоциклом с помощью мотоблока до крепкого льда и уже здесь снять мотоцикл с веревок посыпаем песок колеса мотоблока и сами помогаем тянуть за трос и нам это удалось сделать но испытания на этом не закончились нам еще предстояло буксировать мотоцикл до дома фара естественно не работала фонарики начали разряжаться ну и вишенкой на торте стало отвалившееся колесо на прицепе мотоблока домом мы попали поздней ночью еще вчера юра слил все жидкости с мотоцикла и загнал в гараж чтобы за ночь двигатель не разморозился но сегодня его нужно отмыть и попытаться избавиться от воды во всех местах и емкостях куда она могла только проникнуть а вот так на прицепе без колеса на одной ступице пришлось проехать пару километров теперь еще предстоит ремонт прицепа соседа уже потихоньку собирается консилиум все самые мудрые умы поселка потихоньку стягиваются будут давать рекомендации по восстановлению мотоцикла я не могу ездить чтобы снег вот сюда не забрызгивал он залетает сюда снег забивает и все и он глохнет свеча вся электрика вот здесь вот оно все туда залетает и оно все перемыкает и промокает конечно ну что с задачей справились я направляюсь в сторону дома иду ноги аж гудят вчера находились натолкались никакой тренажерный зал не попадает так что буду с вами прощаться всем спасибо кто меня смотрит желаю всем добра и мирного неба пока 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 пока